АВЯТСКАЯ ЗЕМЛИ Четырех братьев Перминовых, и таким образом вы оказываетесь в далеких степях Манчжурии. Дело в том, что по отцовской линии они были староверами. Я думаю, причина была, что они уходили в Сибирь. Прапрадед Антон пришел из Вятки через Тобольск. Он какое-то время жил в Тобольске. Но так все переселенцы вятские шли. Ведь на Дальнем Востоке очень много как раз вятских. Есть села, которые называются Уржум. Есть село Вятское. Кстати, там родился Ким Ирсен в Хабаровском крае. То есть этот регион заселялся активно вятскими. А вятские были умельцы. Они шли, им лишь бы топор был с собой. Леса было много. Охотиться они могли. И таким образом они дошли до Забайкалья, до границ с Китаем. И вот что очень еще ценно, вы все время подчеркиваете, что несмотря на то, что действительно очень далеко от центра России были, но вот сохраняли тот русский дух, те традиции, которые были. Да. Вы знаете, как раз вот в Маньчжурию, куда после революции перебралась вот как бы и наша семья, потому что там же не было такой границы в том понимании, каком она сейчас. Там просто можно было собраться и ночью переплыть Аргунь и по степям уйти. И вот если первая эмиграция, которая ушла на Запад, она быстро там растворилась в западной культуре, а в восточной, поскольку там была иная культура, иное верование, там как раз такая образовалась, я бы сказала, закапсулированная диаспора. И они жили обычаями своих предков, то есть русскими обычаями, православными обычаями. Надежда Еленична Перминова родилась 1 января 1943 года в городе Хайлар, Маньчжури. Окончила Кировский педагогический институт и высшие литературные курсы в Москве. Работала в Кировской студии телевидения в Борьковском бюро пропаганды художественной литературы. Была руководителем областного литературного клуба, референтом Кировской организации Союза писателей России. Надежда Еленична заслуженный работник культуры Российской Федерации. Поэт и прозаик, автор многих произведений, лауреат премии имени Заболоцкого и Кировской области. Имеет дочь и внучку. Вы родились в годы войны. Меня пронзили строчки. И не смотрю я фильмы о войне. Война застряла навсегда во мне. Неужели в таком возрасте она действительно настолько застряла у вас? На самом деле так. Хватило нескольких дней, чтобы положить японскую армию. И наш город как раз был на рубеже обороны. Потому что там все сопки были в дотах и дзотах. И там были огромные артналеты, и там было огромное сопротивление. И мы попали во все это. Это был, видимо, настолько большой страх для ребенка, что я до сих пор не могу смотреть фильмы о войне. Я начинаю плакать. Это было потрясение. И я понимаю людей, которые иногда вернулись с войны, но не говорили, не рассказывали о войне. Потому что это очень глубокое переживание. Это все прошло через мою душу. Ну, в общем-то, то, что вы оказались в Кировской области, это все-таки какой-то элемент случайности, наверное. Ну, я думаю, это какое-то провидение. Я повстречала авиатского парня, он меня сюда привез. Я была потрясена чем? Затем, что вот вятский уклад, вот эти деревянные улочки, ставни на окнах, все это напомнило нашу жизнь как раз в Маньчжурии. Во-первых. Во-вторых, то, что здесь так много людей с фамилией Перминовой. Где бы я ни жила, Перминова я была всегда одна. А здесь полно Перминовых. Я стала в этом разбираться. Оказывается, это чисто авиатская глубинная фамилия. Вот откуда потом пошло желание разобраться в родословной. Вы, кстати, действительно прикипели не только к нашему краю, но и очень внимательно относитесь к развитию наших промыслов. И в том числе по дымковской игрушке у вас есть уже не одна работа сегодня. Меня очаровала дымка. Вот через дымку я вышла на другие наши ремесла, на промыслы. И увидела, насколько богат простой люд на вятке, мастеровой люд. То, по сути, здесь ведь нет ни камней драгоценных, здесь нет ни злата, ни серебра, а есть просто глина, дерево, лен. И из всего этого люди научились создавать прекрасные вещи, которые ставились по всей России и потом и за границей. И поэтому, знаете, волей-неволей, вот когда я первую книжку по дымке написала, мне предложили написать книгу о Капокорне. Ну и пошло-поехало, что называется. Вы хорошо знаете и народные, и художественные промыслы. И поэтому, конечно, можете дать оценку сегодняшнего их состояния. Как вы считаете, что сейчас вот с ними происходит, а что, может быть, не хватает для их развития? В советское время, особенно во второй половине XX века, правительство сделало огромное вложение в народные промыслы. Были созданы прекрасные большие предприятия. Разработана уникальность кукарского кружева. Сделана большая фабрика пока по корню. Уж не говорю о дымковской игрушке. Создано новое здание для дымкочанок. То есть было очень много сделано. Но во время перестройки, как всегда, начался передел. Передел не во имя промысла, а передел элементарно имущества, недвижимости. И понимаете, все было скуплено, и мастера были выброшены на улицу. Если осталась только одна дымковская игрушка. А почему? Потому что она относилась не к управлению промыслов, а к союзу художников. И союз художников не дал приватизировать их помещение. Таким образом сохранился промысел целиком. Надо сказать, что только, по-моему, и вологодское кружево, и дымковская игрушка сохранились в целом по стране. Потому что такой, что ли, раздрай произошел по всей стране. И многие промыслы рухнули, не только наши. А вот что касается капа корня, там были, конечно, мощные предприятия уже. Там был не только кап, там была и резьба по дереву. Роспи святская восстановлена. Это все, конечно, пустили в распыл. И вот сейчас, только сейчас, начинают собирать камни. Первая артиль создана по капу. И работает один индивидуальный прекрасный мастер Борис Воробьев. Но все же какая-то надежда есть, что будет какое-то возрождение. По крайней мере, управление малого бизнеса, куда теперь отнесли художественные промыслы. Раньше к культуре относили, а сейчас к малому бизнесу. Это тоже налагает, как бы, особенность на них. Не каждый индивидуальный мастер сможет быть предпринимателем. Это совершенно две разные вещи. Но, тем не менее, это есть. И сейчас тоже в Кукарке создана первая артель кружевниц. И вот сейчас начинается это собирание. То есть все снова дало дом, как говорят у нас в народе. Уже по линии Дома народного творчества, то есть Российского Дома народного творчества, создается российский реестр наших промыслов. И вот как раз я там в экспертном совете, и мы сейчас вносим туда самые значимые наши промыслы для того, чтобы их зафиксировать уже и на российском уровне, и сделать областной реестр. Вот это очень тоже важно. Чтобы, понимаете, мы могли апеллировать уже... Ну, во-первых, точно знали, что было, и что еще может возродиться. Можно возродить, и что можно, так сказать, продолжать развивать, и во что вкладывать даже деньги. Сейчас, конечно, остро стоит вопрос о том, чтобы снова возродить ученичество. Но, понимаете, если корзину можно за два месяца научиться плести, лоскутное одеяло шить так же быстро можно научиться, а кап это надо сидеть годами. И тут уже учебное заведение не поможет. Тут нужно индивидуально у мастеров учиться, так же, как в дымковском промысле. Уже были в советское время попытки сделать профучилище, но это не для каждого промысла можно. Вот, понимаете, то есть ученичество, проблема ученичества стоит очень остро. За ним будущее. Чем занимается у нас региональная организация Союза писателей? Вот что сегодня наиболее важно в ее работе? Когда я вступала в Союз писателей России, у нас было 12 членов Союза писателей. Сейчас 45. Вы знаете, это замечательно совершенно. Все говорят, книга умирает, интерес к литературе падает, к поэзии тем более, ничего подобного. Но в то же время количество писателей еще не говорит о количестве читателей. Может быть, но книги выходят небольшими тиражами, и они очень востребованы. У нас есть проекты замечательные. Это энциклопедия Землевятской, которую уж не буду скромно скажу, что придумала идею эту я. И мы ее осуществили. Вы ведь входили в редакторский совет энциклопедии. Ну, я, по сути, была редактором. Главным редактором Владимира Арсеньевича Ситникова, наш руководитель нашего писательской организации. Я была его заместителем. И все наполнение этих томов, в основном, шло, как бы я этим занималась. Это, конечно, была очень большая работа. Но это такой фундаментальный труд, который ведь может продолжаться и дальше. Ну, основу мы сделали. Мы планировали 10 томов, издано 12 томов. Еще вот как бы стоит вопрос, чтобы издать такой же том по спорту, потому что у нас есть что сказать по спорту. Если будет что-то еще, то можно, так сказать, и дальше продолжать. И кроме того, должна сказать, что может иметь смысл некоторые книги переиздать. Допустим, знатные люди. Сейчас столько уже открыто учеными, столько проявилось людей. Как бы в новое время, которые достойны войти в эту книгу. Мы были первые в России, кто стал создавать такую научно-популярную энциклопедию, региональную. После нас во многих областях, но там выходили один, два, три тома обычно. На такое большое издание никто не замахнулся. Это сделали мы. Однажды на встрече в другом городе мне как-то сказали, «Как это вы делаете? Мы целый институт подключили. А как вы могли сделать писательскими силами?» Как же все-таки вы это осилили? Ну вот так осилили. А знаете, за счет чего? За счет энтузиазма нашего еще советского. С нами работали краеведы-историки, искусствоведы. Мы собрали всю интеллигенцию для того, чтобы создать эту энциклопедию. Интеллектуальный труд, он фактически не оплачивался. И мы платили доктору наук, известному человеку, 400 рублей за статью, за многолетний его труд. Но мы извинялись и говорили, что делать. Такие времена. Это ваш вклад в энциклопедию. Молодость вы, конечно, хорошо помните. Я имею в виду литературный клуб. Еще бы. Я родилась в литературном клубе. Ну, я родилась раньше, конечно. Я начала печататься в Казахстане, еще когда мы жили на Селине. Но когда я приехала сюда, это был 65-й год, я сразу попала на совещание молодых писателей. И поняла, что такое клуб молодость, потому что меня нещадно критиковали. Как раньше говорили, били и резали. Вот. Я очень расстраивалась. Но, как ни странно, по итогам этого семинара мне предложили сделать книжку первую. Вот. И так что клуб молодость была и моя молодость. Вот моя личная молодость прошла в этом клубе. Потому что многие члены этого клуба стали моими друзьями уже на всю жизнь. Почему у нас сейчас 45 членов Союза писателей? Потому что две трети членов – это выходцы из литературного клуба. Я где-то могу гордиться наравне с другими руководителями клуба. Потому что Тамара Константиновна Николаева долго руководила. После меня руководил Морозов. Клуб живет до сих пор. До сих пор ребята печатаются. И вот у нас как раз в писательской организации еще один проект. Здесь называется «Народная библиотека». Маленькие тонкие книжки. Но ребята там могут напечатать вот свою первую книгу. И самые талантливые каждый год. От трех до пяти книжек у нас выходит. Вы представляете? И у этого клуба еще появились как бы дочерние клубы. В Кирово-Чапецке уже множество лет работает литературный клуб, созданный тоже членом литературного областного клуба Валерия Сидникова. В Зуевке, в Оричах, в Котельниче, в Слободском и так далее. И вот нынче в октябре будем праздновать 50 лет литературному клубу, который официально нигде не значится. Это абсолютно свободное объединение, демократичное, куда может прийти каждый, кто пишет. И будь ему 17 лет, 15 лет или 60. Ну, во-первых, спасибо литератскому парню, что он привез вас сюда в Кировскую область. И вы здесь как бы заприросли. А вот другой, московский Сергей Владимирович Мараков, известный ученый, имя которого присвоено совсем не так давно заповеднику на Командорских островах, можно сказать, что у вас увез на край света. Он в себе сочетал массу талантов. Вот его друг Николай Дроздов, он так выразился о нем. Было много профессий у Сергея Маракова. Ученый, писатель, журналист, охотник, следопыт, фотограф. Но главная его профессия по-настоящему – хороший человек, оба слова с большой буквы. На таких людях и мир держится, и жизнь вперед движется. Николай Дроздов, кандидат географических наук. Это абсолютно так, потому что Сергей Владимирович, работая здесь, он сначала работал на Командорских островах после института, затем приехал сюда в Вятку. Здесь он занимался тоже полуводными животными, это основная его была научная работа. Кроме того, он был прекрасным зоологом, но он стал прекрасным преподавателем. И он сделал все, чтобы свои любимые командоры и Дальний Восток заселить своими учениками. И каждый год он ездил на Командоры, на его, это первая, его главная любовь в жизни была, изучение вот этих уникальных островов. И там же был зверобойный промысел. А он ратовал за то, чтобы это сделать заповедными. Его слова, Сергей Владимирович. Командорские острова – драгоценная часть России. Нельзя прятать от народа эту красоту. И необходимы срочные разработки научных основ туристического использования Командора. То есть не котиков бить, а туризмом заниматься. Вот он очень этого хотел, но мне кажется, что все-таки до конца эта идея сегодня не реализована. Три года назад его имя присвоено заповеднику. И сейчас уже идут подвижки в этом плане. Промысел свернут, работают ученые там и делают все. И сейчас уже идет разговор как раз о налаживании экологического туризма туда. Потому что это на самом деле уникальное. И это все осуществляют его ученики. Там живет его дочь, его внуки. Его внук занимается тоже теми же проблемами. Ну, я знаю, что и вы продолжаете его дело. В чем это выражает? Ну, знаете, я не его дело продолжаю. Вот, может быть, не совсем такой акцент. Я продолжаю делать то, что он не доделал. Он писал рассказы для детей. После его смерти я издала эту книжку. Сейчас эта книжка переиздается уже с добавлением тех новелл, которые не вошли в первое издание. Он мечтал о своей фотовыставке, но при жизни он не сумел. Кстати, он одним из первых здесь на Вятке стал заниматься цветной фотографией. И после его смерти я сделала выставку его цветной фотографии. И она имела большой успех. Она работала у нас в художественном музее. Затем она работала в Слободском. Была на всесоюзной выставке в Москве. Она работала в Казани. Сейчас на Дальний Восток я ее отправила. Сейчас вот встал вопрос, чтобы сделать книгу память. Она вышла. Эта книга – живая память. И половина воспоминаний от его учеников, которые уехали и продолжают его дело на Дальнем Востоке, на Командорах. Ты чем живешь, меня спросили. А я всегда живу в России. Ваши строчки. Да. Это на самом деле. Я была за границей, поездила. Не очень, может быть, много по миру, но достаточно. По приглашению в основном. Не как турист, как турист. Я не очень люблю ездить. Я вам скажу, что где бы я ни была, я всегда сравниваю. Где-то сытнее, где-то больше магазинов. Но здесь у нас душевнее. Здесь душевнее, здесь интересно, здесь кладезь целый. Вот была я в Австралии. Австралия – это, по сути, молодая страна, несколько столетий. А у нас-то какая глубина? Там нет своей истории, там все привозное. А у нас-то все свое. Вы понимаете? И когда невольно слушаешь, то думаешь, надо только приложить усилия, чтобы мы жили не только лучше, но и красивее. Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Командор? Россия в душе начинается. Это первые строчки стихотворения Виктора Бокова, которые я знаю почти полувека. Но он же на этот вопрос и отвечает, мне кажется, великолепно. Россия начинается с пристрастия к труду, терпению, к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда, она прекрасна, она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. Вот с таких людей, как вы, Надежда, конечно. Ваш слуг, Сергей Владимирович. И дай Бог вам здоровья, и еще многих-многих новых своих и открытий, и трудов, которые будут в этот год все ценнее. Поэтому спасибо вам за интервью. Спасибо большое. И вам большое спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»